Милая родина, малая родина, деда в бревенчатый дом, Дальше, конечно же, в рифму смородина, Та, что растет под окном, рядом малина, Колючий крыжовник, а за забором репей, Будь ты хоть праведник, хоть уголовник, Будь в этом мире ничей, здесь обретешь Все, что было, утрачено, пусть никого не найдя, Холмик над мамой, крестом обозначенный, Серая сетка дождя, добрая мама, Кровиночка алая, сделалась пядью земли, Родина милая, родина малая, можно в горсти внести. Александр Керден, поэт и прозаик, Лауреат Большой литературной премии России, Международных литературных премий «Золотое перо», «Честь» и «Отечество», А также множество других всероссийских премий. Писатель впервые приехал в Полевской. Говорит, что рад возможности побывать в городе Богатым литературными традициями. В последнее время действительно изменяется отношение власти, Министерства культуры к писателям Урала. И создана целая программа поездок по городам и весям Свердловской области. В общем-то, эта программа идет и по Большому Уралу. И поэтому мы рады, что мы действительно открываем эти встречи в городе Полевском, в городе, богатом литературными традициями, родине нашего классика. Потому что, если говорят, что Александр Сергеевич Пушкин – наше все, то для Урала Бажов – наше все. И поэтому для нас эта встреча наполнена еще и таким смыслом приобщения к литературным истокам нашего края. Вместе с Александром Борисовичем к нам в гости приехал Арсен Титов. Писатель, лауреат множества всероссийских и региональных премий. Сопредседатель Союза российских писателей. Возглавляет писательскую организацию в городе Екатеринбурге. Автор 14 книг. К творчеству он пришел совершенно неожиданно для себя. Не думал, не гадал никогда. Люди вот как-то чувствуют с детства. Пишут, пытаются, строчки. А мне всегда это казалось, ну что это, ну как-то вот... Вечно был занят чем-то другим абсолютно. И в 1934 году жизни вдруг захотелось выразить себя, что ли, если так, такими словами говорить, а если... Обыкновенно просто захотелось... Вот ведь скопилось уже внутри, много, значит, скопилось. Захотелось из себя, что ли, вот выдать. Арсен Борисович – скромный человек, не любит хвастаться своими заслугами. На встрече с читателями слегка смутился, когда его попросили прочесть отрывок из своего произведения. Но талантливый человек талантлив во всем. Слушатели замерли, ловя каждое слово писателя. Также все поразились, когда прозаик начал читать стихи на грузинском языке. Арсен Борисович не пишет стихи, а переводит их. Владеет грузинским и французским языками. На встрече с читателями его и Александра Кердена ждал сюрприз. На нескольких стендах была организована выставка произведений писателей. В свою очередь гости подарили библиотеке четыре книги, сборники поэтов и писателей Свердловской области. Эти книги оформлены детскими рисунками. В них есть и работы ребятишек из Полевского. Антонина Водотворская, заведующая научно-методическим отделением областной библиотеки для детей и юношества, рассказала о цели сегодняшней встречи. Сегодня, дорогие полевчане, у нас очень знаменательная встреча. В связи с Российским годом истории мы открываем большую программу по работе с детьми и подростками. Главная цель программы – возродить любовь к родному слову, к родным местам, к родной истории. И не случайно эта встреча состоится именно на Полевской земле. Я не знаю, здесь или сакральные какие-то причины, или Бажов постарался, но особо какое-то литературное место полевское. На встрече зал центральной библиотеки был полностью заполнен читателями. Здесь можно было увидеть и старшее поколение, и еще совсем юных любителей литературы. Надежда Семельникова сама когда-то писала стихи. Говорит, что от встречи с талантливыми людьми на нее снова нахлынуло вдохновение. Во-первых, как-то забываешь обо всем семейном, обо всем, и как-то наплывает такое спокойствие просто. Себя чувствуешь спокойно, и какое-то вдохновение, мне кажется, даже есть в душе. Хочется, вот знаете, я вот когда-то писала, и вот хочется что-то вот чиркнуть где-то на черновике. В дальнейшем писатели собираются посетить еще несколько городов Средловской области. Полевской был первым в их списке. Екатерина Тагильцева, Константин Миронов. Новости нашего города.